Дорогие мои, мы сейчас выходим. Вот она вершина впереди. У нас где-то два часа надо подъем. Два часа где-то будем там. Молитва будет 10 часов московского времени. У нас сейчас начало седьмого. Рассвет, наверное, мы уже не застанем, но это не страшно. В дороге его снимем. Все, с Богом. После 20 минут подъема. Светите. Рассвет на вершине света горяхон. Сейчас мы прошли этот знаменитый поворот, на котором видно, что многие путаются, потому что дорожки прям сбиваются. Вот оттуда мы, получается, поднимались, а потом прошли вот этот вот, получается, склон. Потому что заходить оттуда, как было видно на кадрах, до этого невозможно, поэтому нужно обойти. Прошли отсюда и вот она гора. У нас оказалось, получается, по левую сторону от нас. И мы теперь будем заходить вот по этому пологому склону с левой стороны. Когда идешь, очень важно избегать такого искушения, чтобы идти быстрее, или делать высокие шаги, например. Вот на этот камень забраться сразу. Нужно на как можно меньше камни находить и на них наступать. То есть маленькими шагами и невысокими стараться. Вот сразу сюда стараться шагнуть, чтобы холенка сгибалась. Не надо. Лучше тут. Таким образом, во-первых, мы не расходуем много энергии, а это очень важно. Тише едешь, дальше будешь. Как никогда актуально пословица именно в горах. А во-вторых, мы избегаем того, что можем зацепиться и просто упасть. 4 ноября 2022 года, ровно 8 утра, последние шаги к вершине Святой горы Афон. Слава Богу, Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах и благословен плодочерев твоего, яку Спаса родила и сей душ наших. Преосвятая Богородица, спаси нас.